Это та самая воинская часть, село Черноморское, ракетно-артиллерийский склад. По данным военной прокуратуры, именно отсюда пропали 160 пистолетов Макарова. Хотя они не исключают, украденного оружия могло быть больше. Главные подозреваемые – сами военнослужащие. Раскрадание охоплива периода с липня 2016 года по сечень 2017 года. По одной из версий, через посредников пистолеты уходили с молотка по 300 долларов за штуку. Фигурантов дело порядком 20 человек. От замкомандира части до психолога. О подозрении пока никому не объявлено. Личный состав 28-й механизированной бригады находится в зоне АТО. Поэтому допросить военнослужащих не могут. Наразі ще не завершена інвентаризація зброї, всієї зброї військової частини. В связи с этим, вызначити певну остаточную кількість выкраданной зброї не можливо. Самой военской части настаивают, им скрывать нечего. Нехватку оружия они выявили самостоятельно при плановой проверке. И допускают недостача связана с боевыми потерями. Когда часть вышла из зоны АТО, был выявлен оценный долг. Відповідно было призначено службу расседжения оперативного командования Питань. Пропавшие пистолеты не исчезли бесследно. Они то и дело напоминают о себе. И всплывают в криминальной хронике. Так в селе Усатова мужчина открыл стрельбу в салоне красоты. Чудом обошлось без жертв. Второе преступление с краденым Макаровым вызвало больше резонанса. Мужчина на мопеде несколько раз выстрелил в другого. Жертва стрельбы умер в больнице. Сам убийца застрелился. Сколько еще краденых пистолетов находится на руках, неизвестно. Сейчас военная прокуратура ведет розыск украденного оружия. Уголовное производство открыто по статье, которое предполагает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Анна Городенцева, Анастасия Кричко, телеканал Репортер.